Ну что, с вами снова ОМЗАП Напомню о том беленьком Мохаве, который прошел у нас 14 тысяч. Мотор ехал задымил, заглох, появился какой-то шум и все Прежде чем заглохнуть, еще издавал какие-то звуки. После чего притащили, мы сделали небольшую диагностику, снимали тогда с вами поддон, осматривали Самая основная, то есть у нас из проблем которые мы обнаружили это высокий уровень масла и оно было очень жидкое потому что в поддоне было дистопливо Вот он мотор Это тот самый двигатель, который сейчас мы будем разбирать и пытаться понять Вообще, что случилось в нем, насколько все страшно, есть ли задиры в головке блока цилиндров то есть на распредвалах Что с коленвалом Насколько забилы коллектора на таком пробеге И в этом же видео постараюсь вам рассказать допустим, люди, которые приезжают и им говорят, что насос ТНВД сменить стоит 22 тысячи Они говорят, что это много Я вам покажу вкратце что нужно разобрать и как это неудобно сделать Допустим, часто есть проблемы Там насос Прокладка теплообменника Который стоит внутри Допустим, с заменой турбокомпрессора Также на машине Это все очень-очень сложно То есть разборку двигателя Мы сейчас начнем с того, что мы снимаем навесное оборудование И начнем с турбокомпрессора Когда мы его снимем Только тогда мы сможем добраться до головок Там у нас система охлаждения Она запутана внизу То есть и мы сделать ничего не можем У нас вот этот алюминиевый фланец Он будет соединять как раз-то две головки До него нам нужно добраться Но для этого нужно взять турбину По турбине В поддоне была у нас желтая стружечка Которая как раз-то И была со втулок турбокомпрессора Ну и в принципе все А, стоп Стоп, есть один момент Сразу напомню Смотрите, вот здесь вот Видите, стоит такая форсуночка Вот она не прикручена Первого цилиндра У нас помечена вот так крестиком Махав у нас катается сколько уже? Дней девять? Наверное, где-то дней девять катается Все вроде в порядке Все отлично Вот эту форсуночку То есть когда мы запустили мотор Все работало неплохо Все было отлично И потом он стал немного Не знаю Неровно работать что ли После того, как ее полностью прогрели Прокатились Так как у нас в системе выхлопа Было дистопливо, было масло Шел дым Выгорало все это После того, как проехались Зашла машина снова в цех Еще раз, чтобы проверить И выяснилось, что он работает неровно То есть один цилиндр не работает Было удобно и хорошо Так как это был пятый цилиндр То есть вот здесь сняли Шум и теплоэкран Простым методом отключения Топленных форсунок Так как здесь все закрыто У нас по левую сторону С правой стороны Отключая пятый цилиндр Реакции не было Быстро сняли топленную форсунку С этого двигателя С первого цилиндра Поставили туда на пятый Прописали и все заработало Вот как это все будет Эксплуатироваться дальше И будут ли какие-то Побочные эффекты Непонятно пока А сейчас все Разбираем Я тебя немного поотвлекаю Вопросами Точнее это не вопросы Это больше комментарии Под предыдущим видео По поводу дефектовки По поводу сборки Установки двигателя На что? Сейчас первый вопрос такой Тут один зритель Телезритель пишет Что неправильно В целом была процедура Сделанной дефектовки двигателя Якобы двигатель Вполне себе может быть и рабочий И зря бы ему приговорили И развели чувака на новый мотор Вот это поворот Не стесняйся выражения Во-первых, никто не приговаривал его Это первое И самое главное Никто Решением было клиент То есть Все, что мы сделали И опять же Это первое Второе, самое основное То есть Прежде чем что-то говорить Писать Если бы вы залезли Взяли бы Перекод этого двигателя Посмотрели бы запчасти На задзапе Есть ли они Сколько они стоят Ваше решение быстро изменилось Очень быстро бы изменилось Сразу же Потому что Мы все это сделали Это сделал сам клиент Поэтому Никто ничего не разводит И не крутит На какой-то новой Или что-то еще Все эти Какие-то глупости И В тех первых Видео Все было сказано Что Что мы смотрели Мы проверили И опять же Есть еще самый главный Наверное Момент Момент Я очень много сталкивался Когда люди приезжают Это вот Для вас Телецентр Мы неправильно сделали Мы что-то Дело в том Что мы это сделали быстро То есть У нас ушел час На всю диагностику Понять что он сломался Потом еще час ушел На решение Конкретное решение Что это не выгодно Сейчас нам это не нужно То есть Отталкиваясь От своего опыта Поэтому Как бы Не знаю Если вы Докажите обратное Попробуйте Все это сделать Сами Ну вот Все это Ну вот Основываясь На твоем опыте Имея Такие проблемы Как стружка В поддоне И Затрудненное Вращение Коленчатого вала Вот Ну Давай Максимально Все кто пишет Вот они говорят Вы там Чего-то Все сделали У нас Сотни людей Которые приезжают У них нет денег У них нет терпения Даже в каком-то видео Я говорил Неоднократно Они приезжают Они приезжают Потому что Они из сервиса В сервис Переезжают Им говорят У вас сломалась турбина Надо ее сменить Но никому не доходит В голову Что причины Находятся глубоко Внутри Идет Идет стука Цепи Меняют цепь Но цепь Стучит Потому что Нет давления В вас Я считаю Что Вот эта Быстрая Качественная Дефектовка То есть Она экономит Ваши деньги Ваше время В первую очередь Все это А то Что там Если у вас Нечем заняться Вы сидите дома Да Можете поставить В гараже Вот как Допустим Сантафеном 2.2 у нас Было По-моему Видео Перекуп Купил Перекуп Приехал Сказал Надо сделать так Чтобы не делать ничего Но все работает В итоге Верли Точно быстро Точно так же Практически Как с Мохаум Еще быстрее Он Пытался запустить Ставился Страшный звук Там был 2.2 D4 E.B 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 Точно Вот у нас 150 сил Нет Самое это Интересное Что он покупал Как H.B Да Он его купил Как H.B Ну ладно Там было E.B В итоге Мы быстро Подняли Мотор Просто сняли Теплоэкран Покрутили Туда-сюда Поняли Что там Что-то Развалилось Везде Стружка Поддон Даже не снимали Так как Это То вы думаете На эвакуаторе Он упрез На эвакуаторе Увез Потом На эвакуаторе Снова Привез И говорит Мы все сделали Но теперь Она не заводится В итоге Как Сгал Клин У них Сломался На две части Коленчатый Волк Они Быстро В гараже Перекинули То есть Видимо Сняли Мотор Перекинули То есть Что с ним Делать Антифриз Течет Так же Я ее Завел Стоит Опять же Стук В четвертом Цилиндре Залазил Оказывается В головке Блоков Цилиндров Разлетелось Так как Она Китайская У нас Ракера Гидрокомпенсаторы Перемычки Развалилось Вот так Вкратце Все Вроде бы Страшные Звуки Исчезли Но Она схватывает И все Оказывается Датчик Коленчатый Что с ним Получилось Непонятно Все это К тому К тому Что люди Думают Что все Просто Нет Ребятки Это не так Знаете Как Скупой Платят Дважды Нет У нас Трижды Четырежды И когда Уже Все Конец То есть Денег Нет Куча Кредитов У людей И Тут Приезжают И снова Объявляют Ту же самую сумму А то и больше Потому что Натворили вы Еще больше Дел Еще больше Будет Сегодня Кстати Тоже снимем Видео По поводу Цилиндров И сегодня Мы покажем Дорогие Головки Здесь Покажу Как Установлен Вертши Я Ставлю Какие Я Ставлю Что Работает Что Не Работает Ладно Турбину Такой Болт Дорога Дорога Здесь Так же Есть Мед Фильтр Как будто Что-то Засосало Вот Такой Получится Нет О Смотри Как Такая Красота То есть Тут В фильтре Полная У нас Медь Тут Вкладыши Тут Та же Втулка То есть Если Сейчас Оторвать Ему Пластик С двух Сторон Можно Распустить Как Листик Все Станет Видно Что Произошло И Вот Оно Снялся Вот Это Сам Внутри Теплообменник То есть Болты Раз Два Три Четыре Вот Они У нас Болты Снимается Он Вместе С охладителем И Чтобы Снять Сам Охладитель То есть Трубочку Снимаем И У нас Болты Еще Два Фланца Под охлаждение А вот Она Резиночка Вот Эта Резиночка Как Раз Если Вы Увидели В развале У себя Масло Неважно Это Старый Махав Новый Махав Везде Все Одно И Тоже Первое Что Вы Увидите Вот Возле Этого Корпуса Будет Замыто То есть Маслом То есть Все Будет В пыли А вот Эта Часть Будет Замыто Маслом Это Будет Говорить О том Что Вот Это Колечко Подтекает Очень Многие Думают Что Течет Сальник Коленвала Но Это Не Так То есть Из Развала Вытекает Смотрите Дальше Самый Главный Момент Вот Андрей Кстати Тоже Все Говорят То есть Здесь Опять же Когда Масло Из Развала Вытекает Прямо Снизу Сальник Коленвала Коробка Вся Сухая Почему Осмотрим Сюда Смотрите Что Они Сделали Видите Там Отверстие Вон Оно Маленькое Вот Оно Маленькое Отверстие То есть По самому Низу Развала То есть Масло Попадает Сразу Сюда Между Блоком И Маховиком У нас Появляется Течи Все Думают Что Это Сальник Коленвала Смотрите Еще есть Момент Еще Сталкивался С маховыми Которые Страдают Допустим Постоит 10 часов Или Постоит Ночь Два Дня При каждом Запуске Как только Машина Отстаивается Долго Прослушивается Звон Цепи То есть Точно Такой же Звук Когда мы Меняем Масло То есть Масло Сменили В двигателе Заводим Давление Масла У нас Горит Потом Мы Слышим То есть Там Буквально 2-3 секунды Слышим Звон Цепи То есть Звук Двигателя После Чего У нас Уже Давление Гаснет И Все Стихает За эту Штуку Отвечает Вот Этот клапан Вот Он Обратный Клапан Который Держит Масло Утром Мы Приходим К машине Заводим И Этот Корпус Должен Быть Полом Масла Везде В каждой Машине Есть Обратный Клапан И И Вот Он У нас Здесь Наход То есть Вот Он Нажимается Не знаю Кому Видно Нет То есть Вот Он И Если Допустим Вашем Мохаве Происходит Подобное То есть Скорее Всего Причиной Является Он То есть Это Замена Теплообменника То есть Он Меняться Будет Без Охладителя Охладитель У нас Отдельно Стоит Уже Сам Корпус Ну И Также Причиной Звона По утрам Может Являться Сам Гидронатяжитель То есть Если Большой Огромный Пробег То Причиной Может Являться Сама Цепь Но Если Пробег Меньше 200 То Также Проблем Вы можете Являться Гидронатяжитель Который Стоит Вот Здесь Вот В этом Отверстии У нас Находится ТНВД Вот он То есть Три болта Его прикручивают Оттуда Он у нас Выглядит Вот так Насос Вот он Три болта Шестерня У нас Без Шпонки То есть Не важно Как вы поставите Метку То есть Он Не имеет Значения То есть Практически Не практически А у всех У всей Топливной системы Куман Рейл Неважно Это Делфи Денса Насос Не имеет Значения То есть Как он Стоит Так как У нас Стоит Топливная Рампа Он просто Накачивает Распределяется Уже Отдельно Все Так Еще Какие Моменты Насос Сняли Цепочку То есть Насос Чтобы снять Там у нас Есть Крыжечка Блин Куда-то Я унес Короче Сейчас Все Далеко Я спрятал То есть Здесь у нас Стоит Крыжечка На Лобовой Цепи ГРМ Мы ее Откручиваем Делаем Съемничек В шестерню Вкручиваем Два болта Вот они На 8 То есть Здесь есть Съемник Отворачиваем Гайку И Этим же Съемником Снимаем Шестерню И Затягиваем Точно так же Если вы будете Нагляк крутить То цепь Скорее всего Перескочит Смотрите Еще дальше У нас Поддоне Если помните Была Куски Демпфера Резинового Демпфер у нас На шестерне Коленвала Стоит И вот Вот у нас Одна сторона То есть Вот она Видите Ее уже Прогрызло Поело И с другой стороны Вот видно Что ее Нету То есть Ее оторвало Она отсутствует И она Так же Вот она Здесь имеется В топливозаборнике Здесь вот есть Огромный Маслоприемник Маслоприемник Смотрите Какая куча Здесь Заводского Герметика А то Говорят Что вот С лесаря Там допустим Плохо Приклеили герметик И этот Здесь вот так же Вот они Куски резиновые И заводской Герметик То есть Он прям Большими Огромными Кусками Оттуда Вываливается Тут еще момент По коллектору Конечно Вот 14 тысяч Тоже конечно Есть Уже Гресь Не особо Много Может быть Это попало Только тогда Когда уже Была у нас Прошивочка Отшили Мочевину И Налетела сюда Теперь по Замене цепи Все меняют В основном Одну цепь Основную Большую Вот так она выглядит Довольно мощная Двухрядная Цепь Ходит Долго Опять же Все зависит От Своевременной Замены Масла И Качества масла То есть Если Лить Плохое масло И менять его Раз в 15 тысяч То я думаю Цепь отходит В лучшем случае 150-200 тысяч Хотя При правильной Эксплуатации Она ходит Все 350-400 Дальше Есть еще одна цепь Вот она Это цепь Масляного Насоса Ее практически Никто не меняет Для того Чтобы ее сменить Надо снять Поддон То есть Большей части Вот снимают Только Лобовую крышку Меняют Основную цепь А нижнюю Не трогают Почему Не трогают Потому что Боятся Очень много Работы И Стоит дорого Снимаем Сам Картер Поддон Потом снимаем Плиту Поддона То есть Вокруг И вот Мы видим Уже Полностью Цепь Но Мы тоже Ее не можем Снять Потому что Нам надо Снять Внутреннюю Крышку ГРМ Для того Чтобы снять Крышку ГРМ Внутреннюю Нужно Снять шестерню Вот эта шестерня Распредвала Именно Впуск С правой И левой Распредвал Сидит На горячую И Снять мы Ее не можем Вот напротив Если допустим С головкой Блок Цилиндров Мы можем Снять отдельно Не снимая Этот Потому что Здесь в крышке Есть специальная Заглушка Опускается Мы ее Вытаскиваем И головку Снимаем Крышка Остается на месте То есть Ничего не трогают То сейчас Чтобы нам Снять эту Внутреннюю Крышку Нужно Снять Распредвал Правый И левый Пуск То есть Нужно Вскрыть Клапанную Крышку Вскрыть Постель Снимаем Внутреннюю Крышку И только тогда Мы сможем Заменить Цепь Масляный Насос Она еще Прикрывается Вот таким Кожухом Это вот именно Кожух Сделан для Забора Масла То есть Проще Он вот так Стоит Также Она У нас Установлена То есть Много раз Я видел Когда Цепь Нижнюю Не трогают Потому что Это очень Очень Сложно В идеале То есть Вообще В целом Весь мотор Для обслуживания Очень сложно Иногда Даже На вопрос А что Вы будете Делать За 120 Тысяч Рублей Это капремонт Двигателя Опять же Зависит Ремонт Может быть Как 100 тысяч Так И все 160 Ну Так Возьму Запас Что туда Входит Разборка Двигателя Опрессовка Головок Блока Цилиндров Это две Это шлифовка Плоскости Если Необходима Шлифовка Плоскости Блока Опять же Если блок Обычный Рядный То это Одна цена Если он В-образник И Шлифуем Две Плоскости Блока Это Дороже Потому что Он В-образник Для шлифовки Нужен Необходимый Стол То есть Стол Устанавливается На стол Выворачивается И Все Происходит Так же Опять же Нужно ли Гильзовать Нужно ли Мерить Блок Сам И Уже По Колену То есть Вопросы Свои Поэтому Цена Может Сильно Меняться Там Допустим От 20 До 60 Тысяч То есть Разбираем И еще Плюсом Что-то Идет Если Мы Разбираем И все Прям Небольшой Пробег И все Прекрасно Тогда Да То есть Это Будет Дешевле Ну Смотрите Внутреннюю крышку Грэм Сняли Снимаем Здесь У нас Есть Две Муфты Они Идут В комплекте Прокладок Здесь У нас Два Канала Вот Один Из блока Выходит Масляная Резиночка И Выходит Второй Для Чего Они Нужны Вот Этот Канал У нас Масляный Идет На Гидронатяжитель Вот он Здесь Кручивается А Второй С другой Стороны Вот здесь Стоит Форсунка То есть Во многих Машинах На цепи Стоит Форсунка Бензиновая Дизельная Не важно То есть Вот так Она стоит Пластиковая И у нее Вот такие Три Маленькие Канала Для Того Чтобы Смазывать Цепь Разбрызгивать И вот Теперь Сняв ее Мы Добрались До цепи Здесь Гидронатяжитель Нижней Цепи Масляного Насоса Основного Вот он Также у нас Такой же Масляный Гидравлический Вот такая Тут Можно сказать Примитивная Конструкция Гидронатяжителя Он Рассыпается Разваливается Имейте ввиду То есть В руках Коробочку С цепями Я брошу Это все И уже После этого Снимаем Цепь То есть Цепь Обычная Цепь Никаких меток Ничего Она также Подвергается Износу Как и все Остальное Насос Насос Крутится То есть Не клинит Обычно Когда много Стружки Или вкладышей Насос Клинит Его тоже снимем То есть Сейчас смываем И смотрим Насколько Серьезные задиры Вот он Видите Как герметик То есть Какое количество Здесь Намазано Этого герметика Вот Сейчас еще там Покажу На этих Все Есть вот у нас Задиры На распредвалах По стиле Как правило Нагрузка идет На верхнюю часть Бугеля То есть Сейчас по стиле Посмотрим Вот распредвал У нас Вытаскиваем Также есть шестеря Чтобы не гремела То есть Она взводится Под натяжкой Двойная И Распредвал То есть Как обычно То есть Ну как правило Задиры находятся В верхней части То есть Бугеля Здесь Допустим Поменьше Поменьше Но На самих Распредвалах Да Есть Не критичная Сказал бы Не сильно Прямо Очень сильно Все это замазано Просто прям Критически Замазано Герметиком То есть Не удивляюсь Ничему Что он попадает Второй точно Такой же Вот он Весь Лохматый И берем Уже Саму Вот постель Распредвалов И Ее мы Сейчас Как раз Сейчас Болты Немножко Вытащим Потому что Здесь Тоже Опять С завода Столько Много Герметика Что Болты Не Вылазят И Замоем Саму Постель А вот Здесь Уже Да Вот Здесь Уже Видно Что То есть Постелью Есть Задиры Что Было Голодание Вот Они Вот Они Задиры То есть Они В основном У нас Нагрузка Идет В верхнюю Часть Чувствуется Прям Здесь Будет Чувствоваться Здесь Прям Крупный Крупный Задир Хотя Если Собрать Это Будет Работать Будет Небольшая Потеря Масла Так Ну что Смотрите Коренные На них Есть Задиры Потемнение То есть У нас Четыре Кладыша Здесь Также По шейкам Вот Получается Есть Небольшие Задиры Но с помощью Полировки Это убралось Видно Что Шейка Уже Второго Стало Синеть Вот Она Синенькая При этом Вкладыши Вроде бы Как Ничего Вот Он Это Пятый Его Раз Не знаю Как Вот Видите Вкладыш Раз Долбило Он Подсказывает Люди Видите Тут Все То есть Коленчатый Вал Замена Шатун Замена Вот Такая Штука То есть Блок Возможно Сам Уцелел То есть Так как Его Не Полируем Нет Нет Потому что Шатун Не дает Вот Его Намотало Видите Как Должен Было Выти Спокойненько Но Здесь Оба Вкладыши Оказались Наверху Ну И Вот Здесь У нас Вот Такой Такой Кино То есть Это Уже Все На Выброс Причиной Поломки Все же Двигателя Еще раз Повторюсь Стало Дистопливо Которое Разбавило Масло И Оно Превратилось В воду Именно На этом Мохаве Напомню Что Сделали Неправильную Отшивку Мочевины И Включился Активный Прожиг И Случилась Беда Поэтому У всех У кого Евро 6 Будьте Пожалуйста Аккуратнее Дело в том Что Вот этот Случай Такой Яркий Знаете А Те Случай Который Мы не снимаем Не делаем Их масса Прям просто Масса Это Не знаю Санта-фе Соренто Стария То есть Они прям Едут Едут И едут То есть Да Сейчас С качеством Топлива Наше Оно Не подходит Под Евро 6 То есть Оно Не Подходит Есть Реально Хорошие Заправки На Которых Экология Вся Евро 5 Евро 6 Работает Но их У нас Как бы Еще Мало Много Обманывают Много Льют Всякой Гадости То есть Поэтому Если у вас Опять же Я не советую Вам Приезжайте Допустим Посмотрим Если С ней Все в порядке По Наличию Сажи По дифференциальному Давлению То есть Все мы Проверили И Уже Вердикт Либо мы В дальнейшем Что-то Допустим Удаляем Если удаляем То делаем Это правильно Уже Неоднократно Было Видео Было сказано Что Сами Прошивщики Они Признали Что Ихние Прошивки Которые Годами Пихали Нам В Евро 4 В Евро 5 Евро 6 Не Работают То есть Они Вроде бы Написали Купили Они Залили Но Она Не Работает Именно В Евро 6 Вот Эта Проблема И Обязательно То есть Если У вас Большой Пробег Там Допустим Даже От 50 Тысяч Это Механическая Работа То есть Руками Если Сажев Мочевину Отшили Значит Мы Удаляем Если Гегер Отшили Значит Мы Глушим Потому Что Выясняется Что Оказывается При Каких-то Обстоятельствах При Каких-то Оборотах Там Он Все Все Берет И Открывает Его То есть Уже В процессе Эксплуатации То есть Когда Мы Даем Газу Там На 2000 3000 То есть Получение Не Закрывается Поэтому Вот Эти Все Проблемы У У Уже Этот Опыт Какой-никакой Есть То есть Мы Каждый День Сталкиваемся Вот Поэтому Приходим Уже Вот Более Таким Мером Опять же По Каталику Скажете Что Нужно Все Выбивать Удалять Не Везде Не Везде Еще раз Повторюсь Все Зависит От Вашей Машины Вот На Этом Именно Мохаве Мы Кат Не Удаляли Потому Что У нас Есть Для Этого Возможность Мы Его Отдельно Стоит Перегородка Куда Он Упирается То есть Когда Этой Перегородки Нет Мы Этого Не Можем Сделать Ну Все Берегите Свое Авто Всем Пока Продолжение следует